добрый день уважаемые родители мама и папа я надеюсь папы тоже сегодня у нас семья которая здесь где туда две недели недели до настя и андрей вот мы с насти уже знакомы многие из вас и и знаю тогда как звезду вот сайта и сегодня мы поговорим ну наверное уже с настей андреем как семьей и вот тот же самый вопрос который я обычно задаю когда у нас папа в студии андрей скажи мне пожалуйста твоя реакция на то что вот ты узнал или стало понятно что у вас ребенок ну скажем так не совсем обычный какие чувства какие ощущения были вот у нас говорят откровенно пожалуйста можно со всеми эмоциями вот у нас на предыдущий папа дальше салфеточками пользовался так что вот вспомни ощущение вспомни что было и вот поделись с нами реакции как таковое у меня не было почему потому что я не верил до последнего что с моим сыном с моим ребенком могут быть какие-то проблемы потому что а кто-то говорил говорили многие врачи частности а жена жена говорила но опять же я в это не верю то есть ты говорил что отстань не придумывай ничего не надо и так далее так далее вот смотрите да как говорится новая семья у нас студия и новый взгляд на проблему то есть ну вот не верил почему потому что не хотел вот вообще даже вникать в это дело или потому что был уверен что вот ну вот у тебя такого быть не может по определению ну наверно второе второе вот ну тем более да сын тем более вот как бы да угожданный и так далее так далее что вот все но говорили же показывали да что-то не так и что вот на это как бы и как относился тогда вот такой вопрос хитрый как относился к тем кто это говорил в частности родственники жена и так далее вот ну если это не приятие этого должна быть какая-то реакция смотрите в нашей семье касаемо родственников наверное большинство придерживались такой же позиции как и я что перерастет а кто а кто был в одиночестве вот с точки зрения восприятия кто все-таки говорил что ребят что-то не так говорил о насти то есть для насти у нас осталось как вот изгойка в одиночестве да и наверняка скажи мне пожалуйста вот провокационный немножечко вопрос на люблю такие вопросы то есть получается ну так я смоделирую примерно если неправильно то поправьте то значит настя говорила ребята вот с ребенком нам что то сделать ребенок больно все говорили на нас не придумывай ты накручиваешь отстань и так далее и так далее вот и что делал папа папа говорил на жене отвали ничего нет не придумывай вообще занимать своими делами оставь в покое ребенка на самом деле не так уже вы захотите попытался найти дополнительных врачей а то есть папа папа секунду андрюш я с извини я перебью ты продолжу пытался найти врачей которые в состоянии помочь или которые в состоянии сказать что ребенок здоровый наверное и то и то чтобы мнение моё оно было возможно кем-то кем-то подтвержден то есть если я сговорю что ребенок больной ты говорил все мы идем другому врачу который должен быть очень много да повидали за три года врачей ну вот вот еще один момент да когда мы обращаемся к папами мы об этом говорили что мать и ребенок как бы мать до воспринимает и вот здесь да к папам мы обращаемся уже вот я может быть от имени и андрея тоже с точки зрения его опыта жизненного что все-таки будьте повнимательны и к тому что говорит мама и может быть даже вот не ну как бы вот не они при не приняв это сердцем вот а все-таки попытаться как бы выяснить что же все-таки происходит и почему это так ну и в конечном итоге настя давай дадим слово в конечном итоге вот я так понимаю что были масса переживания с ее стороны на вот нас ощущение что вот она одна и никто не верит и вот все-таки выясняется андрюш в какой-то момент что мама оказывается права то с ребенком что-то не так и и твоя реакция андрей я помню ну скажи нас напомни папе как я помню мы ехали тогда из симферополя ездили в центр по дцп и аутизму я с родителями ездила на работе был я позвонила сказала что нам сказали что у нас расстройство ну элементы аутического спектра для меня это одно и то же то же самое он просто трубку положил мне перезвонил брат говорит что у вас случилось на андрея нет лица он весь бледный кричит все буду продавать что продавать будем лечить поедем в москву мы от этого избавимся ну вот он он очень сильно начал переживать то есть из человека который был уверен в том что все нормально он начал очень сильно волноваться очень а вот а вот смотрите вот она сказала что на замечательную фразу она сказала что как бы да вот мы разговаривали жарилом который вот как его реакция была на он замкнулся на андрея полчаса на по-другому то есть все все собраться им все все силы кидаем на то чтобы вот ребенок был здоров на все на другая реакция но и в первом и во втором случае к чему я веду не было реакции равнодушия то есть не было реакции такой что это не мое дело вот ребенок ты как хочешь там с этим возить меня работа и вообще вот не приставай ко мне вот я тебе деньги приношу работу и все остальное меня не волнует вот это очень важно к сожалению мы сталкиваемся довольно часто с такой позиции папы и вот казалось бы да ну такой характер мужчина вот он не не верит до конца вот у нас семьи такого быть не может но если это совершилось все-таки дата все силы бросаем на то что лечить ну и кто начал искать мы вместе он приходил с работы у него постоянно был включен youtube включены для лечения аутизма помощь и начиная от исцеления каких-то бабушек дедушек заканчивая какими-то супер врачами со всего мира ну конечно мы рассматривали варианты были пробовали много андрей а почему остановились на давиде вот почему ты поверил у нас ему уже это спрашивали ну казалось бы мне всегда интересно потому что ну на взгляд мужчины все-таки как бы доктор способны вылечить ребенка но верно так не должен вот это все происходить как бы дистанционно непонятно вот как-то какие-то там да нестандартные моменты вот жена там может быть мало ли может какая-то секта может какая-то мистика может быть непонятно вообще чего там происходит твоя реакция вот на то что вы увидели с давидом как это происходило как вот осознание того что вывод ну скажем что нам помогут ну первое почему поверил потому что при обращении к врачам к специалистам у нас в россии в крыму практически каждый говорил о том что нужно принимать ноотропы психотропы препараты не важно супруга была против этого время идет по сути ничего не делаем кроме как занимаемся слогопедами ходим на какие-то развивающие занятия но результата этого все равно нет в любом случае надо было что-то делать дальше не сидеть ждать и супруга переубедила в том что нужно ехать на вот дистанционного же занимались дистанционно возни у не очень долго но все таки ну вот ты участвовал в сеансах нет а в медитациях тоже нет а вы почему из-за времени или принципиальная позиция не принципиально как-то не складывалась мастер все время самостоятельно но изменения которые происходили ты видел ты понимал что это что что-то с ребенком происходит уже в лучшую сторону видел не могу описать конкретно да в чем эти изменения проявляются проявлялись мы изменением были в поведении таких мелочах каких-то как андрей всегда говорил ой он как-то под будто повзрослел стал соображать больше соображать ну то есть вот такими вот взгляд стал другим сейчас он себя ведет обычно ну как ребенок любой ребенок признать хотелось бы чтоб он ровно сидел андрей вот решение приехать сюда это было решение мамы то есть это мама как бы да настояла и это решение вашего решение было семейная мама предложила хотела это в любом случае принимали это решение себе скажи мне пожалуйста а вот ощущение изменения вот при дистанционных сеансах не только у ребенка но и у вас в ваших отношениях вашему как бы вот микроклимате в семейном что-то менялось я прослушала сейчас на вопрос вопрос заключался в следующем вопрос заключался в том что во время инструкционных сеансов ощущение ощутили ощущали ли вы изменения вас самих в семье ну я в себе да ощущала изменения и физического здоровья и наверно морального потому что ну физическое я уже могу повториться не раз говорила об этом что давид мне помогал и при просто простудах и при физической какой-то воле и всегда когда у меня действительно что-то болело он не всегда говорил что болит и давай заниматься давай что-то делать вот ну и морально конечно я верить что все будет хорошо а у папы ну папы понимаете в силу того что папа у нас очень занят и папу мы видим только по ночам дома я не могу сказать что вот заметила какие-то изменения вот именно дистанционно но тем не менее решение приехать это как бы решение общее конечно никто не не возражал но вот две недели вы здесь мы на начале мы говорили о том что менялось вот интересно андрея если он дистанционно он не видел изменения то за две недели пребывание здесь что поменялось у ребенка ну наверно это самое главное это то что меня переубедила в том что что-то в этом есть вот вот интересно то есть приехал сюда ты еще не верил что что-то будет до конца вот вы очень интересно вот видите доказательства реальные доказательства того что верить в нас не надо никому не навязываем ничего вот это происходит независимо от того там верят в нас не верят в нас вот не верю она все равно поменялось но мы то что конечно ощутимо и видно визуально это то что поменялось голова я для тех кто сейчас я говорю договорить я прошу прощения просто почему это важно дело в том что изменения формы черепа это не просто изменение скажем там размер шляпы или там что-то это принципиальные изменения и перестройка внутричерепного давления которое собственно говоря является причиной основных проблем поэтому а когда она начинает выравниваться то проблема опосредованно уходят сами невозможно выровнять внутричерепное давление если объем черепа сжат уменьшим нет возможности жидкости внутричерепной выровнять это давление и выровнять сосудистые наполнение тех или иных участков коры головного мозга которые дают нарушение которых они и дают основные проблемы поэтому вот то что андрей заметил это на самом деле принципиально вопрос первостепенный с этого и начинается успех лечение еще пожалуйста извини я перебил просто надо было пояснить людям почему это важно поменялось поведение стал более степенный спокойный послушный ну вот он сидит да вот мы видим ну пусть как говорится затылок но вот раньше до приезда возможно была такая ситуация нет если ему не нравится что-то или ему не интересно он просто будет крушить все вокруг во первых что точно я знаю он бы сейчас нам не лазил просто как обезьяна по пальме он бы трепал не волосы растягивал бы кофту дергал бы здесь тут сидеть спокойно себе просто вот возле мамы возле папы ему спокойнее ему хорошо ну вот это вот не репетировано вот он захотел пришел сел вот и участвует пусть даже в таком в такой позиции участвовать в нашем разговоре вот это тоже показатель да андрюшу мне интересно все таки мнение папы о изменениях вот поведение что с речью речи как бы как и не было так нет возможно появились какие-то новые звуки касаемо речи касаемо речи пока нет просто идут какие-то какое-то формирование вот произношение да ну смотрите про это процесс требует времени поэтому мы говорим что три недели нам нужно на лечение давайте мы сделаем перерыв и вернемся после перерыва поговорим уже о том что с вами происходило за эти две недели здесь какие ощущения какие специалисты вас лечили то есть к этому мы еще вернемся пока спасибо за внимание до встреч после перерыва